Да, поздравляю Минская Динамо с победой, заслуженной победой. В какой-то степени пропущенный первый гол на первых минутах, холодный душ для ребят, да, и после этого встрепенулись, понятное дело. Хотя, безусловно, я как тренер всегда настраиваю команду со стартовым свистком сразу включаться на полную катушку, как принято говорить, включаться в борьбу, в работу с мячом качественную. Но бывают в игре такие ситуации, когда пропускаешь гол во встречной атаке, да, и потом получается, что нужно исправлять ситуацию уже, естественно, с холодной головой. Поэтому в первом тайме вернулись в игру. Хорошо, что быстро ответили. Также со стандартного положения Саша Сверепа доработал эпизод 1-1, ну а затем уже преимущество в первом тайме игровое и территориальное воплотили в забитые голы, и счет стал 4-1 после первого тайма. Вот здесь очень важно было, чтобы команда в перерыве не посчитала то, что уже результат сделан, а вышла на второй тайм и продолжала гнуть свою линию, продолжала играть активно для того, чтобы развивать преимущество. Вот, тем не менее, конечно, счет стал 5-1, и затем ошибка в центре поля 2-5, соперник один мяч отквитал, и вот здесь был еще опасный эпизод, где Федя Лопоухов выручил нас, поэтому не дай бог бы счет стал бы 3-5, да, и здесь такую игру еще и с нервной концовкой проводить, конечно, не хотелось этого, чтобы до этого довели. Вот, поэтому моя задача сейчас в дальнейшем в работе с командой достучаться, что в любом матче с любым соперником, невзирая на большое территориальное преимущество, невзирая на счет большой по ходу игры, да, важно не терять концентрацию, а работать, работать и играть до финального свистка, потому что в любой игре вот возможны такие ситуации, когда соперник может вернуться в игру. Понятно, что мы превосходили Белшину сегодня по всем компонентам, но еще раз говорю, да, 7 голов забили, но 2 пропущенные гола – это многовато для нас, поэтому будем стремиться все-таки в этом компоненте, чтобы ребята услышали меня. А так, поздравляю Минская Динамо, наших болельщиков, преданных после игры, у них радостные лица, улыбки родителей, дети, поэтому очень приятно подойти, сфотографироваться, оставить автограф, это всегда неотъемлемая часть нашей профессиональной работы на положительных эмоциях и в этой радости разделить вместе с нашими болельщиками успех Минского Динамо. Поэтому мы играем ради них и, конечно же, мы готовы всегда им уделить внимание. Поздравляю Минской Динамо с победой! Спасибо, есть вопросы, коллеги? Иван Мискевич, белорусский футбол, Вадим Викторович с победой, во-первых. После того, как счет стал 5-2 в пользу Динамо, очень эмоционально бросили в адрес скамейки, что нельзя так играть, нельзя так бросать играть. Как вы считаете, получилось ли в этом моменте достучаться до команды и найти какие-то подходы? Я, естественно, эти эпизоды, те моменты, которые есть в игре, которые мне не нравятся, прежде всего связанные не с тем, что соперник нас заставляет где-то, нам приходится трудно, а когда мы сами отдаем инициативу, вот это мне как тренеру не нравится. Поэтому я всегда и тем ребятам, которые сидят рядом, понятно, что на футбольном поле ребята все в игре и там порой они не слышат тренера, безусловно, это все объяснимо. Но те ребята, которые рядом сидят, они должны понимать, что завтра они окажутся на футбольном поле или по ходу игры, или в следующей игре. И важно понимать, что концентрацию нужно сохранять до финального свистка. Поэтому, безусловно, и сегодня в эмоциональной манере я, так скажем, выразил свое недовольство, и завтра, конечно, мы об этих моментах поговорим. Но, еще раз говорю, это не умаляет достоинства ребят в сегодняшней игре, в достижении результата и хорошей игры. Еще вопросы? Владимир Викторович, сегодня ваше нападение изумительное, скажем так, отыграло. И, тем не менее, наверное, впервые в сезоне Морозов остался вне основного состава. Почему так? Потому что у нас есть три нападающих. Володя Хвощинский, Владислав Морозов и Душан Бакищ. Ребята, которые хорошо конкурируют, у них хорошее исполнительское мастерство. Они немножко разные, я имею в виду по стилистике игры. Поэтому Душан приехал с национальной сборной, немного сыграв за национальную сборную, и его состояние было на хорошем физическом, в хорошем состоянии был, и эмоциональное было состояние хорошее. Поэтому, в какой-то степени мы дали ему сыграть в кубковой игре. Мне очень понравилось то, как он действовал. Гол забил со стандартного положения, и плюс активно открывался, взаимодействовал с партнерами. Поэтому сегодня выбор был в пользу пары нападающих Владимир Хвощинский и Душан Бакищ. А с Владиславом Морозовым я поговорил перед игрой, объяснил. Это связано не с тем, что я недоволен его игрой в кубковой игре, а тем, что, возможно, игра будет складываться таким образом, что по ходу второго тайма, когда соперник раскроется, у Влада появится больше зон, и он реализует свои сильные стороны в забитые голы. Что, в принципе, и произошло сегодня в концовке второго тайма, когда он забил два гола на свободном пространстве. Три матча подряд появляются на поле Иван Ховалко. Почему? Как? Потому что мы все следим за молодежным нашим составом, мы следим за старшей нашей лицензией, мы не разделяем главную команду Минского Динамо от ребят, от молодежной команды и от старшей лицензии. Это все ребята, одна команда, это Минская Динамо, и завтра, послезавтра все эти ребята могут оказаться в главной команде. Самое главное, с их стороны, это стремление заслужить это место, быть здесь в главной команде для того, чтобы добиваться успеха. Поэтому в этом отношении Ваня Ховалко в последних играх за молодежный состав прекрасно выглядел, у него хорошая статистика была, хорошее движение. Безусловно, я по возможности присутствую на тех матчах, где у меня есть возможность следить за игрой молодежного состава, поэтому Ваня заслужил выход на футбольное поле и в кубковой игре, и в сегодняшний матч. Селява в Динамо, понятно, он уже был, но чем привлек вас как тренера? Сашу Селява я знаю с 16-летнего возраста. Знаю его возможности, когда он еще был совсем молодым юным футболистом, и он всегда отличался хорошим мышлением, техническими навыками, умением работать под давлением. В принципе, он в юношеском возрасте также был центральным полузащитником, поэтому и остался в этом амплуа уже до нынешнего возраста. Это квалифицированный футболист, игрок национальной сборной, игрок, который был в футбольном клубе Ростов, в российской премьер-лиге, неплохо показывал себя в конкуренции, понятно, что высокая конкуренция в команде была, поэтому мы надеемся за счет приглашения Саши усилить игру в середине поля. Есть информация, что с командой тренируется Иван Бахар? Да, Ваня Бахар тренируется, опять-таки это связано с тем, что Ваня хороший оставил впечатление тем периодом, когда был в Минском Динамо, безусловно, когда футболист, которого я знаю, который был в Минском Динамо, приносил пользу Минскому Динамо, и успехи определенные связаны с именем Бахара в Минском Динамо. Безусловно, я не могу отказать в тренировочном процессе и поддержании формы. А что касается дальнейших перспектив, ну, надо чуть-чуть подождать, потерпеть. Я сейчас не могу впереди паровоза бежать в отношении Ивана Бахара. Посмотрим на следующей неделе, как будет ситуация складываться. Мы, конечно, были рады были увидеть его в своих рядах. Две недели до Еврокубков вы говорили, что будете играть в Израиле, а сейчас объявили Азербайджан. Ну, вы знаете, вы же понимаете, то, что я могу говорить, то, что имею какую информацию. Понятно, ситуация меняется. Здесь и логистика, здесь и самолеты, и время добираться до тех городов, где нам предстоит играть и на выезде, и в домашних матчах. Безусловно, Баку в этом отношении нам намного проще домашние матчи проводить, потому что есть прямые рейсы туда. И плюс соперник во втором раунде в случае успешного прохождения Железничара не в Чебаку. Поэтому все на месте в этом отношении с точки зрения логистики и перелетов. Это так нам комфортный жребень. Но понятно, что соперники серьезные. Наша основная задача готовиться, невзирая ни на какие обстоятельства, для того, чтобы стремиться проходить как минимум первый раунд, а затем уже готовиться к следующему сопернику, если ситуация будет для нас положительной.